Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами сегодня Саша Изоран. Мы вам будем готовить сегодня четыре блюда из свеклы. Надеемся, что вы это блюдо полюбите и будете готовить у себя дома. Все знают о невероятной пользе свеклы. На нашем рационе они находятся не так часто. Сегодня мы будем готовить нестандартные блюда и вы посмотрите, как можно готовить свеклу по-другому. Мы предлагаем вам приготовить брауни и свеклы для хорошего настроения. Здравствуйте еще раз. Сегодня приготовляем брауни, но чуть-чуть необычный, брауни с свеклой. Для этого нам понадобится свежие яйца, растворенный кофе, сахар, горький шоколад, ванильный сахар, какао, масло растительное, мука и, конечно, свекла, свежая тёртая. Преступим к приготовлению. Наше ингредиенты надо изначально шоколад растапить. Шоколад растапливаем либо на воденой бане, либо на медленном огне. Добавляем шоколад и потихоньку растапливаем. Примерно на половину растопленного шоколада добавляем масло растительное. Масло растительное можно тоже порезать кусками, натерть. Я целиком куском сделал его. Я не люблю легких и простых дорог. На этой маленькой температуре нам понадобится примерно 5 минут, чтобы всё растопить. И если сильнее температуру дать, оно может и подгореть. Таким образом оно быстрее растапливается. Но на воденой бане оно чуть-чуть дольше. Сюда добавляем наши ингредиенты. Оставшие растворенный кофе, лангельный сахар, какао. Всё это промешаем. Оно растопилось и добавляем нашу муку. Ингредиенты смешались и откидываем, чтобы остывало. Взбиваем всё вместе. Желток с белком. Взбиваем его в чашку для миксера. Изначально пустим желток с белком, чтобы взбился. После этого добавим сахар. Сахар и будем взбивать, пока сахар не растворится. Приступим. Наш сахар растопился. Всё. Теперь приступаем к смешанию ингредиентов. У нас есть свекла торта. Растворим шоколад, который растопили с маслом сливочным. И сахаром. В чашку, где взбивали лицо с сахаром, добавляем нашу тёртую свежую свеклу. Шоколадную смесь. И всё ещё взбиваем на миксере. Наша масса для брауния уже готова. Ложим в форму. И поставим в духовку на 175 градусов примерно 30-35 минут. Цирка содержит очень много антиоксидентов. И она нас защищает зимой от простуды. И от свободных радикалов. Сегодня мы вам будем готовить блюдо чатни. Это индийское блюдо. Все знаем, что Индия долгое время была Индийская колония. И благодаря ингличанам это великолепное блюдо появилось на наших кухнях. Приготавливаем чатни. От ингредиентов нам нужен сахар, винный уксус или чето-балзамико, оливковое масло, лук, укроп, тимя, свекла, яблочко. Значит, чатни блюдо это индийское блюдо. Может быть и как соус, как блюдо. Но острый чатни очень хорошо дополняет блюда, которые не острые. Преступим к приготовлению. Заливаю сначально оливковое масло. Изначально обжариваем укров. Укроп и оливковое масло дают уже свой аромат. Туда уже добавляем свеклу, свежую и резону мелким кубиком. Добавляем винный уксус или чето-балзамико. Добавляем винный уксус или чето-балзамико. Добавляем сахар. Добавляем свежий чатни. 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 Добавляем лук. Репчети. Лук репчети сначала на 50% и его обжарим. Добавляем свеклу. Добавляю свежие чатни. Добавляем свежий чатни. Лук репчети сначала на 2-3 минута. чтобы томилось. Наш соус готов, но укрупновать. Мы его измельчим в нашем блендере. Сос измельчили. Возвращаем его обратно в сковородку, в кастрюлю, у кого что есть. Наш соус в сковородочке обратно подогреваем. Греем до степени кипячения. Мы заранее отворили пене. Отворили их алденте на 95 процентов и лети на зубок. Добавляем в наш соус. Чтобы наши макарошки были разноцветные, мы добавляем лук. Ну, чтобы слегка хрустела на зубку, берем пар ядер грецкого ореха. Пальчиком их жмем. Наша паста готова. С давних пор известно освежающее действие цвекольного соха. Даже косметологи рекомендуют его пить для сохранения свежости лица. Свежий сок цвекле полезно пить как общий укрепляющее средство. Сегодня мы для вас сделаем цвекольный коктейль из цвеклы, банана и семена чия. Для этого нам понадобится одна средняя цвекла, бананчик, мед, молоко и семена чия. Цвеклу мы уже свежую почистили, нарезали, отправляем в блендер, бананчик, тоже в блендер отправляем. Семена чия, одна столовая ложка, туда же одна ложечка меда и примерно 200 миллилитров молочка. Все это взбиваем на блендере. Буквально 2 минуты и наш коктейльчик готов. Наши блюда готовы. Мы для вас сделали чатни свекольные. Ну, у нас чатни мы даем копченую скумбрию. Пене с свекольным сосом. Красное блюдо. Много, много витаминов. Конечно, надо сладко, потому что не будет потом. Брауни с свеклой. Ну, свекла даже не чувствуется вообще. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok